Она была и Екатериной Первой, и революционеркой Любовью Яровой, просто тонечкой и фрейлин-ефрейтором. Впереди, пожалуй, еще множество перевоплощений. Речь идет о великолепной и величественной Людмиле Чурсиной. У народной артистки сотни ролей в кино, десятки в театре. С одним из спектаклей Людмила Алексеевна приехала в Югру. И мы, конечно же, не могли пропустить такое событие и не пообщаться с народной артисткой. Итак, в рубрике «Гвоздь программы» Людмила Чурсина. Людмила Алексеевна, не обижайтесь на меня, но я вам признаюсь в любви. Потому что лично для меня вы образец женственности, красоты, достоинства и таланта. Вы можете, конечно, отнекиваться, но это мое мнение. И я очень благодарна вам, что вы согласились дать интервью. Первый вопрос. Ваше участие в спектакле Надежды Георгиевны. Он очень эмоциональный сам по себе спектакль, очень энергичный. Как вы в него влились? Вам хочется постоянно пританцовывать, спеть, чтобы душа нараспашку? Еще как хочется за кулисами. Просто все, стоишь и ногами. Ну, чтобы не очень слышно было. Конечно, хочется. Но я беру себя в руки и понимаю, что я выхожу с другой задачей. Что я, в общем, это война, это потеря сына, это материнское одиночество. И мне кажется, что вообще все происходящее на сцене очень разумно построено. Меняются ритмы, меняется звуково. То это громче, то тихо, пьяно и так далее. Поэтому это мельчайшая и сложнейшая работа, чтобы зритель не заскучал, не привык к одному ритму, к одним таким звукам. Так что, и, конечно, когда мне предложили, не скрою, я удивилась, потому что думаю, ну, я же не поющая, хотя в ванной я пою для тебя. Ну, в общем, знаете, это хорошая атмосфера, когда не сидят или за кулисами, ну, как хорошо, навернулся мимо, а наоборот, все едино хотят как можно лучше, как можно ярче, талантливее. В общем, все это предложит зрителям. Ключевое слово в названии спектакля – это Россия. У каждого на своя – это малая родина со своими чувствами, детскими эмоциями, запахами, впечатлениями. Вот ваши общие впечатления о стране. Как обогатила югра? Какую краску преподнесла? Мазки какими она разукрасила, это впечатление? Вы знаете, во-первых, это такая своя, со своим лицом, со своими традициями, со своими красками, со своей зеленью, со своими какими-то необозримыми полями, дорогами. Нижневартовск, затем Сургут, затем Хантамансийск. И, вы знаете, вот все эти три дня – это задыхаешься от удивления. Мы привыкли, вроде бы, это естественно, хорошие дороги, хорошие гостиницы, удобные машины, магазины, всё. А ведь были первопроходцы, которые мошкара, комарьё увязали в болотах. И, в общем-то, вот всегда хочется им до земли поклониться и благодарной памятью тем отцам, дедам, матерям, бабушкам, которые вот здесь всё начинали. Вот. И я должна сказать, что, вы знаете, как похорошели все города, вся вот эта югория, можно так сказать, да? Югория. И слово какое? Югра. Почти что «Ура, Югра». Я могу только сказать, что огромная благодарность и спасибо тем людям, которые всё это создали, создают, строят, украшают. Вот. И этот спортивный комплекс олимпийский, в котором мы живём, как важно, чтобы, в общем, молодёжь у нас не занималась какими-то дурными, ненужными, вредными занятиями. Я вас подхвачу по поводу молодёжи. Как вот вы считаете, спектакль, в котором вы играете, спектакль народный, с народными песнями, наигрышами, танцами, насколько он актуален для молодых? Не посчитают ли они это нафталином, скажем, за что вы нам это впариваете, так скажем? Вы знаете, нельзя идти вперёд, не помня каждый шаг позади. Мне кажется, что вот нельзя разрывать поколение. Это единый исторический ход явления. Да, приходят, тот же Сютючек писал, напрасный труд их не убедить. Чем либеральнее, тем они пошлее. Цивилизация. Вот их фетиш. Но недоступна им её идея. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признание у Европы. В её глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. Молодёжь, она устремлена, она перспективно нацелена на то, чтобы улучшить и, как говорится, жизнь России сделать красивее, богаче, надёжнее. Но жизнь России красивее и богаче делаете вы, до сих пор делаете. А мы всё вместе. А чем сегодня живёт Людмила Алексеевна Чурсина? Потому что поклонников много, и им интересно. Чем вы сегодня живёте? Вы знаете, ну я, слава богу, я ещё в строю. Я работаю, служу в театре Российской Аэрмии, академический театр. Театр уникальный по своей архитектуре. Это пятиконечная звезда сверху. У нас огромная сцена, где всегда проходят КВН. Нам их не выкурить, хотя у них свой театр есть. Но там 670 мест, а у нас 1500. Я играю потрясающую роль, я считаю. Не потому что я играю, а потому что они сами по себе. Скажите, мне трогает вас от ваших рук. Насколько вы изящны, сколько вы в такой потрясающей форме, как вы прекрасно выглядите. Я же пианистку играю. Вот сейчас модное слово ЗОЖ, здоровый образ жизни. Вы что-то такое употребляете? Ничего. Мой спорт – это моя жизнь. Никаких диет. Ем в основном после спектакля в 19 ночи. И очень люблю вкусно есть. И очень просто подвижно. А потом это, наверное, конституция. Все вот эти роли, они ваши? Это отражает ваши черты характера? Я вообще по гороскопу Ракини. Мне нужно забраться под эти дела, не трожьте меня, пожалуйста. Но профессия заставила и чуть-чуть как-то набраться такого хорошего нахалина. А потом очень важно, с кем общаешься. Вот сегодня здесь, у нас во всех городах, когда выходишь и такую энергетику, благодарность и поддержку, чувствуешь, что невольно становишься, может быть, талантливее и так далее. Вот, поэтому, знаете, тема роли интересна, что на преодоление. Выстраиваешь характер, жест, голос. Вот, так что пора... Спасибо вам огромное. Как Ракини Ракини, я вам скажу, что... Какого числа? 17 июля. Я 20 июля. Я уже более взрослая Ракини. Я поэтому чувствую такую легкость в общении с вами. Просто удивительно. Я бы с вами говорила и говорила. Спасибо вам за эту возможность с вами пообщаться. И всех благ, здоровья и удачи. Спасибо большое. Вы меня так разговаривали, что я стала болтлива, что для меня непривычно. Спасибо большое. Удачи, добра, мира и благодать вам на этой земле. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.